Мы, в общем, понимаем, что как Казахстан, так и Кыргызстан, что называется, лежат под Путиным. И, конечно, я вчера был очень огорчен, я вчера послал украинцам видео, где песня, что «Матушка России, побеждай». Конечно, мои знакомые с Украины были очень сильно расстроены, очень сильно. Кто-то пишет, что ты межнациональную рознь хочешь. Межнациональную рознь, это, наверное, откуда-то пришли боты из России. Обычно на мои эфиры, видимо, договорились наши власти, пригоняют ботов из России. И тут они начинают, как типичные путинские боты, что-то писать. Мы и Казахстан, и Кыргызстан, братские народы. Я отношусь ко всем национальностям очень хорошо, ко всем абсолютно. И я, когда говорю о России, я говорю о самой бандитской России, которая сейчас напала на Украину. И Россия тоже должна пройти путь, путь очищения, стать демократической страной. И я считаю, что без того, чтобы Россия развалилась, это не получится. У России должно быть отобрано ядерное оружие, оружие массового поражения. Россия должна на разные части распасться, потому что сейчас это тюрьма народов, это независимый Башкортостан, Татарстан, кавказские народы. И только тогда, когда Россия будет действительно свободной, когда не будет подавлять другие республики, этносы, когда все национальности будут себя чувствовать свободно в России, только та демократическая Россия будет нам близка. Это не зависит от национальности. Я знаю, что и в царское время, и в советское время, и когда был Сталин, они упор делали на русский народ и говорили, точнее, не русский народ, а этнос русский. И пытались, пользуясь тем, что русских большинство, получить так называемую дешевую популярность. На самом деле мир давно развивается по простому принципу. Человек. Человек — это главное. А этносы, они могут быть разными. И во-вторых, когда мы говорим о нации, а нации — это народ, который проживает на определенной территории. Вот в Казахстане у нас нация. У нас проживают разные этносы, но это единый народ. Я не делю людей по национальностям, не делю на межнациональные какие-то группы и так далее, чтобы вы знали. Это я все время озвучиваю, поэтому, когда здесь всякие клоуны появляются, боты, вы должны знать сразу. Я отвечаю заранее на этот вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!